Встретилась цыганка, предложила погадать, говорила, что может заговорить деньги, предлагала достать все деньги, чтобы их заговорить, деньги у нее в руках исчезали, помогли мне дружинники, мимо проходили, это было несколько лет назад. Как-то было это, еще учился в институте, до дня рождения осталась неделя, стипендия потрачена, шел и думал через вокзал, я в Длинском районе жил, думаю, как же распределить оставшиеся деньги, чтобы ребят хоть немножко угостить, цыганка подруливает, давай погадаю, а я иду такой задумчивый весь, из себя, я говорю, давай, ну говори, что тебе надо, она начала говорить туда сюда, я, короче, оставшиеся деньги у меня были, выложил ей, сам не знаю как, вот это, да, это был цирк, с тех пор я вообще с цыганками даже не заговариваю. Был студентом, хотелось бы на работу, получается, и были, значит, так, фирмы, которые предлагали это сделать за отдельную плату, и, то есть, приходило, тебе давали якобы вакансию, якобы требовалось в профессии, когда ты приезжал в это место, где требовалось там, было, как бы, никого не было от фирмы, получается, то есть, кого-то им, просто не брали деньги за свою услугу, получается, при этом ее, как бы, не выполняли. Самое обидное, когда мне дали ордер, вот, я пошла в контору, а мне этот ордер отобрали и разорвали. А ордер на что? На квартиру. Это давно было? Давно, много лет назад, где-то, в 60-е годы. Когда слышу, там, какую-то информацию хотят или что-то там, меня ждут награды, почесть, вот, в смс-ках, я отключаю все, не отвечаю.